Эпилог Алиса снова попала на Крину только через шесть лет, уже студенткой. В городе она встретила многих знакомых. Ручеек стал строителем, они с Белкой живут у самого моря, а их дети, мальчик и девочка, научились плавать раньше, чем ходить. Бывший мудрец Кошмар, который теперь получает пенсию и умеет читать, с утра уходит на пляж, следит за малышами в подзорную трубу и кричит пронзительным голосом. — Вернитесь! Я вас почти не вижу! — Иногда к нему присоединяется бывший предатель Пигмей Верри Мэри. Он держит лавочку на базаре, торгует дарами леса и клянется, что ровным счетом ничего не помнит о своем темном прошлом. Афродита открыла модный салон в московский стиль. Она сама шьет, а все деньги, что зарабатывает, тратит на коллекцию кукол. Старые атланты Дермес и Посейдон живы и до сих пор работают. Лекарство от беспамятства, которое привезли с земли Алиса и Гайдо, позволило атлантам вспомнить все, чему они научились за долгую жизнь. Так что теперь их опыт очень пригодится на Крине. Когда Алиса отправилась в лес изучать детях-животных, с ней полетела туда речка. Она живет в убежище, работает на станции по изучению леса, директор которой профессор Хруст. В лесу Алиса встретила братьев-кротов. Они лесные объездчики. Единороди к ним вернулись. В лесу Алисе пришлось пережить много приключений. Но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok